26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв и 190 тонн топлива и продуктов деления реакторных графитов и материалов выбросило из шахты реактора. В истории человечества авария стала самой крупной техногенной катастрофой. В этом году исполняется 38 лет с трагической даты, вписанной в историю нашей страны, примером профессионального героизма, и сплоченного противостояния трагедии мирового масштаба. В декабре 2003 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. У памятного знака участникам тех событий собрались сами ликвидаторы, их родственники, школьники и представители администрации. От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова низкий поклон всем тем людям, всем тем красногорцам, которые действительно, не побоюсь этого слова, жертвы своей иногда жизнью, но как минимум здоровьем, делали героические поступки во имя остального человечества. Низкий поклон вам, наши дорогие герои, не побоюсь этого слова, красногорцы. Трагедия в Чернобыле потребовала от сотен тысяч специалистов знаний, стойкости, слаженного взаимодействия и бесстрашия. Всех этих качеств оказалось в избытке. Можно без преувеличения сказать, что усилиями наших героев был спасен мир в очередной раз. Среди тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, проявив мужество и силу характера, устранял последствия страшной катастрофы, были и наши земляки. Красногорский район с первого дня начал заниматься ликвидацией последствий катастрофы Чернобыльской аварии. В чем заключалось? Военнослужащие войсковой части 73-570 военного городка Павшина в этот же день в обыли подчиненную часть, которая находилась в 10-километровой зоне от зоны аварии и на второй день произвела эвакуацию личного состава, техники и, главное, вывезла семей военнослужащих. Солдаты и офицеры, рабочие и инженеры, пилоты и водители в составе бригад ликвидаторов самоотверженно боролись с техногенной катастрофой. Сейчас Союз Чернобыль-Красногорска насчитывает более 200 членов организации. Они – живая история нашей страны, которую необходимо чтить.